К сожалению, горько мне говорить об этом, но кавказцы, они это помнят и понимают, да? И я даже с уважением, что вот мусульманки сейчас закутались, они закутываются от этого сатанизма, который несётся вот здесь, в нашей русской среде. А в нашей русской среде нет духовности, потому что на уровне ценностей и убеждений внесены сатанинские ценности. И тогда я могу сказать, что сегодня наша молодёжь идёт и превращается в биолога. Это люди, сатанинские секты, которые принадлежат, они пролезли во власть. Я иначе не могу назвать это, потому что когда идёт пропаганда смерти, я снимала ролик о детских суицидах. Я там показала картинки. У нас везде символика смерти, куклы монстры хают. Только сатанисты могут, владельцы магазинов, продавать куклы в гробиках. Это символика смерти. Об этом Бехтерев писал, об этом кричала вся советская психология, но это был запрет. А теперь сказали, ну да, конечно, у вас цензура. Ну что, снова цензуру вести? Вы, совки, с цензурой жили. Нет, мы были глубоко духовными людьми. Может быть, мы не говорили о религии, о душе, но мы жили в духовности. А сейчас говорят о духовности, но её нет. Это просто бла-бла-бла. Вот эти эзотерические секты, которые подсадили людей на то, что есть потусторонние миры, они уводят человека от ответственности, потому что человек ответственный за свою жизнь. И он должен жить духовной жизнью, и это означает жить этой жизнью, любить других людей, помогать другим людям и заботиться о своём государстве, о своём народе, о своей родине, о своей земле. Вот это и есть духовность. Вот это и есть русская духовность и русский архетип. Вот они. А когда молодёжь вся скачет в клубах под английскую, американскую музыку и трясётся, и ничего не видит и не слышит в окружающем мире, они управляемые биороботами. Они, по сути, даже не видят, что происходит вокруг.